я тут подумал что буевым упоротым дням нужно не менее хуевую пород и видео поэтому сейчас я сяду такие моменты я очень радуюсь что я как топтыгин не свечу рожей в камеру или как куча других обзорщиков которые вообще были заполняются с своим громадным толстым быть весь кадр камеру в них руках вообще быть нихуя не видно что это такое на самом деле а парадос не поэтому потому что не хочу пугать народ своим видом ну а голос хуй с ним как бы он какой есть вот а да собственно говоря о чем я товарищи продвинутые пленочники хипстеры прочь дрочи на пленочную фототехнику вот такие смотрим сейчас на все эти современные камеры такой ну блин это такое на режима режим б блин надо глазам подносить видоискатель это же как бы прошлый век а вот раньше вот и вот так вот открыл и типа там все смотришь это все видно там все не здесь конечно это любитель в нем все ужасно например вот открыл да из киев да там охуенно видоискатель еще и линзочкой и терапыр и мануальное управление снаружи хочешь диафрагму хочешь выдержку вот все такое прочее а до чем это а да о том что собственно говоря да то есть у вас видоискатель то вы как бы все такие как на старинке эти снимаете по экранчику то ну чё это такой как дурак перед собой вот так вот держишь камеру и типа чё-то как-то там вот 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 короче вот так вот надо вот так вот ну вот я тут подумал что как бы несмотря на все на все перемены которые сейчас происходят фототехники никто же до сих пор сделал цифровую камеру вот в таком вот модульном формате то есть прямоугольничка туру удобно держать руках у которого здесь удобная кнопочка для спуска там ля-ля-ля и там что-то типа двуглазки блять никто не сделал почему блять его перейти возьмите двуглазку блять впихните блять в нее тут затвор электронный там матрицу ля-ля-ля-ля тополя и все будет заебись нет люди делаются правители пускать всякую хуйню которая нам не подходит сам тоже денег у нас не у них у них все заебись вот ладно о чем я можно же взять беззеркалку но это конечно зеркалка потому сейчас мы беззеркалки на руках нет если никак все не выберу не куплю можно взять беззеркалку с откидывающимся экранчиком с откидывающимся экранчиком покой откидывающийся экранчик даже без видоискатель но нахрен он нужен нет я пользовался и но при всех его преимуществах он зачастую ну такой оси есть конечно уве и fuji как сотой серии так продолжаем делать упор двери но типа без видоискатель без и мы делаем следующий момент мы берем вы не поверите кусок картона кусок картона настоящий олдовый из-под пиццы хорошего настроения о да вот берем кусок картона коврик не мешал количество вы еще помните что мы делаем упорное видео не просто видео упорное видео делаем из него хорошим макетным ножом ольфа ольфа это хорошие макетные ножи так берем и делаем ну ка вот так сейчас так это я отметил типа того так и как то вот так вот и потом вот так вот отрезаем сейчас все должно быть по-настоящему инженерным доктор дью короче сук а завидуй вот так надо будет работать тогда так и но это же вот так сделаем технологические горить подровняем подровняю точность вежливость королей подровняли так и чё а скучно скучно скачать мы делаем так и вот так вот так вот о да конечно по-хорошему нужно чтобы у меня в руках беззеркалка у меня нету поэтому ну вы просто представьте что у меня в руках без зеркалок и вот так вот еще это конструкционные конструкционные выпуски конструкционные выпуски выпуски конструкцион подрезать соосность не соблюдается надо подрезать вот смотрите что у меня получилось так вот раз и поднимаем экранчик да поднимаем экранчик а потом берем прикиньте шахту от киева если посмотреть на шахту от киева то абсолютно то она примерно как раз в размер экранчика там три дюйма а у нас тут сколько у нас тут ну-ка у у нас тут два почти три два с половиной но поскольку мы шал ты до мы жал ты мы будем снимать на квадратный формат то естественно в камере все переводим в квадратный формат камера, ну-ка, ну-ка, камера, 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 квадрат, о, о, квадратный формат, да, ну-ка, о, квадратный размер, прикинь, да, прикинь, у нас квадратный экран, у нас квадратный экран и есть лупа, представляете, в эту луп офигенно все видно, офигенно просто, просто офигенно все видно, ну, естественно, как бы, тут экран, это экран, это, представьте, что это экран, вот он вот так вот да и мы берем вот эту штуку так вот скотч никуда без скача только скотч скотч таблетки скотч вот так и вот так и вот так и мы представляете получаем прям как прям как броника еще с рукояткой боковой как у хасельблада или броники а с q а м с q а м да боковой рукояткой со взводом мы получаем среднеформатную камеру прям вот с видом прикиньте опа бац бац ну бац фуд же сделай так олимпус блять чё так сложно взять экранчик поставить ему свою тушку блять вертикально горизонтально заебись и брать вот эту всю хуйню нахуй кнопочку сюда и все и у вас вот 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 получается вот так вот это только вот такая вот представляете блять это же охуенно цифровая камера вот в таком формате с мануальной настройкой хуй с ним с мануальной ну можно конечно гонять оба объектива из него объекте вот эту всю целиком гонять вот это вот всю хуйню целиком гонять это же прикиньте как охуенно круто это же блять это же ты вот 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 представляете вот вот сюда вот здесь 6 на 6 здесь сколько тут блять я скажу тут уже сколько четыре на четыре да то есть туда влезет не только полный кадр сюда влезет ну да влезет полный кадр на вот зык хуяриваешь сюда полный кадр ставишь собственно говоря даже можно оптику особо не пересчитывать блять берешь старый зайцы в чем проблема запихиваешь сюда полный кадр все остальное заполняешь там этой электроникой и дурацкой и всем прочим вот а вот эту штуку можно убрать или оставить фальши а сюда запихиваешь экранчик никаких поворотов нихуя у тебя есть экранчик у тебя есть откидная лупка да даже более того смотрите положим нам в лом у нас fuji в лом окей мы покупаем камеру fuji без зеркалочку например x a x a 2 x a 3 они копейки стоят реально не стоит копейки сейчас капкейки они стоят капкейки чайок заварился как же без чайка такой ебанутый день так вот берем без зеркалочку за капкейки без видоискатель нахер не нужен с откидным экранчиком без всей этой хламутины полностью разбираем главное главное не объебаться с моделью который мат у которой плата внутри вот отсюда вот досюда потому что например у компактов fuji ков у нее платы вот такие вот коротенькие вот здесь ровно после матрицы потому что все здесь стоит на тут стоит только матрицы и затвор и все экран сразу еще и вся электроника вот здесь мы его разбираем отсоединяем все шлейфики в сети куча вариантов шлейфиков берем какой-нибудь 3d проектирую а у меня на планшете 3d проектировщик и проектируем корпус врезаем к нему спереди байонет fuji к которую у нас есть от самой камеры берем экранчик от fuji к делаем удачи не горизонтально вертикально более того если вы возьмете вертикально и перевернуть его так на 180 то вы получите прям вот-вот-вот-вот прям вот как вот здесь вот там же есть повернуть но нет право слева если вы так сделаете то у вас изображение будет блять зеркальным как вот-вот-вот как в них то есть прям вообще все полно идешь налево поворачиваешь право идешь правде же изображение держится влево все заебись все как по-настоящему все как на серьезных камерах вот раскручиваете оставляете берете затвор матрицу комплект с байонетом ставите в этот корпус ровно по всем тем этим направляющим там все равно скреплены как правило на одном шасси берете пилу 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 вот ножницы вместо пилу вот так блять отпиливаете нахер отпиливаете нахер половину кнопку спуску переделываете вот здесь делаете значит в этом корпусе в вашем 3d корпусе который у вас вот такой вот 3d корпус сделаете есть место под кнопочку а байонет вообще байонет у них же вот здесь вот кнопочка у фуржиков вот здесь вот переворачиваете на 180 градусов и у вас вот здесь вот кнопочка освобождения объектива получается прикинь что придумал да это все ночь вот ночь она такая блять вот ночь она суровая такая не самый гениальный день приходит было и потом и вот экран сюда крепите экран сюда крепите и у вас вот здесь вот экран ну короче маленький и вот здесь вот объективчик какой-нибудь объективчик какой-нибудь объективчик вот объективчик вот экран вот так вот объективчик вот здесь вот у вас кнопочка спуска. Вот сюда можно вывести на бок. Перевести кнопочку выдержек. Выдержек. Как вот будет. Прям вот совсем как на бронике. То есть броник у него здесь кнопочка. Колесико выдержек. Я вот здесь точно так же вот так вот беру. И вот здесь вот колесико выдержек будет. И все эти шлифы. Шлифы просто удлиняешь. Хули там. Взял паяльник. Чики-пыки. Вот у меня есть паяльник. У меня даже два паяльника. Большой и маленький. Вот. И вы его так. Оп. Ой, сколько пыли. Пыли, 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 пыли. И как бы все. И у вас форматная камера. Типа форматная. Вы смотрите сверху и так вот опа. И снимаете. И у вас шедевры. Перевели матрицу в квадрат один на один. И у вас такая маленькая форматная. Посмотри, какая маленькая форматная камера получается. Это же прелесть. Fuji, Nikon, блядь. Nikon, блядь. Nikon, блядь, это символ нынешнего года, блядь. Nikon, блядь. Вон, Соня, выпустила охуенную серию, блядь, фиксов компактных для своих полнозеркалок. Nikon. Nikon, блядь. Nikon, блядь. Nikon. Сука, блядь. Nikon. А еще, а еще, а еще, а еще вы можете взять этот Olympus или Fuji, взять, 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 взять любитель. Взять старый любитель. Вот. Скрутить у него вот эту вот всю штуку. Вот эту штуку скульпить. Тут ровно, ровно я мерил. Ровно вот сюда входит экранчик от беззеркалочки. Вы вот сюда крепите экранчик поглубже. Это уже не важно. Сюда можно маркером замазать. Вот. И вот сюда, вот это вот все вынимаете, сюда крепите байонет фуджиковский. И вот это все торчит. А вот здесь сзади можно все батарейки запихать. Я не знаю. Да, кстати, вот здесь, когда вы делаете вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вы сделали, да? Экранчик вы подняли. Вот здесь смотрите, сколько места. Здесь можно хранить запасные батарейки. Здесь можно вот так сделать открывающийся ящичек и хранить там батарейки и фильтры, и вообще все хранить. И у вас будет такая камера, такая вот такая, такая камера, и там внутри. Ну, вы поняли, да? Вот. А, да, да, да. Вот. И вот здесь вот, короче, и у вас будет цифра в любителе. Прикинь, в любителе будет цифра и экранчик, и заебись, экранчик, высококачественный экранчик. Вот. И кнопку спуска тоже вот сюда вот выводите или куда-нибудь в бок вот так вот. И вот сюда вот вставите колесики, все регулировки. И у вас дофигища внутри места, и у вас, обаньки, цифровая камера. Да еще со сменными объективами, потому что вот это вы, естественно, снимете. Да, вы, конечно, можете сюда поставить матрицу и оставить триплекс. Ну, блядь, ну триплекс, ну, кто такой триплекс? Мы же крутоту проектируем, правильно? Ну, такой триплекс ломовский, правильно? Ни о чем же. А теперь серьезно. Помимо упортости нынешней ночи и прочих трахамутий в нашей жизни. Почему эта мысль вообще пришла ко мне в голову? Недавно, снимая небольшой репортажик на сороковушку на улице, вот, я столкнулся с ситуацией, что за время съемки на пленочные камеры, на броники, на двуклазочки, даже на любитель, я привык кадрировать от точки примерно, скажем так, чуть выше уровня пояса, от точки сисек, грубо говоря. И когда ты кадрируешь от уровня груди, иногда даже от уровня пояса, у тебя появляется немножечко другой взгляд на композицию, немножечко другой взгляд на людей. К сожалению, при работе через видоискатель очень часто у тебя нет возможности. То есть хорошо, если тебе надо снять кого-то там с верхней точки, ты поднялся и снял кого-то с верхней точки. Вот. Но большей частью я внезапно понял, насколько это неудобно. Когда ты привык работать с пленкой и вот с такими типами видоискателей, а тебе внезапно приходится... То есть нет, ты по старой привычке делаешь все, ты снимаешь, ты как бы кадрируешь, но потом ты пересматриваешь снимки, у тебя снова все люди какие-то маленькие, ты смотришь на них сверху вниз, особенно если в кадре девушки, это репортаж. Вот. И это, так сказать, ломает. Ломает то, как ты снимаешь. Даже когда у меня была беззеркалка, 10-й фуджик, очень много моих работ, которые мне, в общем-то, все еще терпимы. То есть понятно, что через какое-то время мы смотрим свои работы, блять, какой ужас. У меня на это, конечно, еще наложилось невосприятие того кошмара, который фуджик делает на своем экстранте. по сравнению с нормальной пленкой, которой они якобы обращаются. Ну, пленка там ужасная, имитация пленки там ужасная. Если ты берешь классик хром, простите, точнее, слайдовую, да, хромки, то, извините, она рядом не стояла с тем, что показывает фуджик. Вот, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что одни из самых удачных кадров у меня все равно были сняты с уровня пояса, груди. Сняты с уровня, например, если ты снимаешь детей, с уровня детей. Бедоискатель всегда хорошее состояние организма провоцирует на то, чтобы снимать стоя. Ну, ты взял, скинул камеру, снял бедоискателем, снял с высокой точки. К сожалению, многие из таких кадров, ну, унылые, убоги. Надо понимать, что с какой, что с какой точки надо снимать. Ну, вот, когда ты снимаешь невысоких людей или в студии снимаешь, например, девушек невысоких, вот недавно я снимал, ты начинаешь корячиться, если ты снимаешь по видоискателю. Сроковушки, естественно, можно снимать только по видоискателю. Ты начинаешь нагибаться, приседать, подпрыгивать. Искать стульчик, чтобы сидеть, снимая со стульчика. Это все неудобно, это все ломает, это все мешает твоему рабочему процессу. Да, можно взять беззеркалки, у беззеркалок есть откидной экранчик у многих. Но, если вы снимаете в полумраке студии, откидной экранчик норм. Если вы снимаете, выходите на улицу, извините, откидной экранчик превращается в мучение. То есть, чуть поярче света, чуть побольше снигов, бликов, работа боком к солнцу, когда вы не можете ни камерой, ни спиной закрыть экранчик от прямых солнечных лучей, превращается просто в поиск наугад, в щелканье наугад. Вот. Съемка мануальная превращается просто в какой-то ад в этом случае. Вот. И, честно говоря, вариант взять несложную беззеркалку задешево на бушке и переделать ее, перекомпоновать в корпус квадратного типа с возможностью установки вот такой штуки. То есть, светозащищенной шахты. Мне, честно говоря, кажется все более и более заманчивым. То есть, да, конечно, она потеряет свою плоскую компактность. Вот. Но давайте честно запихать. То есть, если у нас, например, камера будет примерно вот такого вот размера с объективом спереди, запихать вот такую камеру в карман и запихать вот такую камеру в карман, вот с этой сложнее, потому что Т-образная форма современных ЗК и БЗК к сожалению не позволяет, хоть и позволяет удобно их держать, но не позволяет удобно их как-то убирать, компоновать и все прочее. То есть, вот эту я, несмотря на то, что она как бы намного больше, чем FUJI, да, чем Nikon, да, но если ее, например, сравнивать с полнозеркальным Nikon, 750 или там тем паче D4 с надетым объективом, вот как бы фиг тот так легко уберешь и достанешь, как вот эту совсем не малышку. Вот. Это, так сказать, общее размышление развития. Я надеюсь, что сейчас, когда люди, точнее, люди производства переходят от зеркальных систем к беззеркальным компоновки, могут возникнуть новые удачные компоновки. То есть, Canon уже там зашел на эту территорию немножечко, он выложил какой-то телевик в виде кубика с убогим, с убогим изображением, но тем не менее, вот, в свое время Fuji, илейка с Panas, да, еще на уровне компактов вышло на предложение снова возродить в беззеркальном качестве, снова возродить дальномерный формат. То есть, видоискатель сбоку, например, давайте честно, сейчас вот ты берешь беззеркальный Nikon, да, и у него снова видоискатель по центру с имитацией пентапризмы спереди. Зачем? Ну, вот, по большому счету, как бы, тогда это было обусловлено, то есть, здесь как бы оптический ход лучей как бы необходим был, да, но сейчас-то это не нужно. Даже более того, сместить, значит, чуть-чуть сюда экран, сместить сюда видоискатель, у нас получается намного более компактная камера. Fuji с своей сотой серией, вот, и с прошлой, с прошлой серией, они, в общем-то, поняли этот тренд. Ту же сотку с объективным блинчиком убрать в карман намного проще, чем Nikon Z50, который легче, ну, или там, плюс-минус, да, если бы он был с блинчиком, если бы у Nikon когда-нибудь был блинчик бы, для беззеркалок, вот, с его вот этой вот выступающей, очень резко выступающей призмой, которая, собственно говоря, там никакой роли не играет, и не нужна в этом месте, вот, он просто неудобный, вот, и вот это вот наследие старых камер в дизайне, как бы, новых камер, оно немножечко удручает, на самом деле известно, что фотографы одни из самых консервативных людей в мире, техники, то есть, с одной стороны, им нужно очень много новых всяких продвижений, с другой стороны, не очень консервативно, то есть, Nikon выпустил беззеркалки в формате зеркалок, то есть, просто сделали тоньше, все, что они сделали у Z50, по сравнению с этим, они просто его так сплюснули, и все, сзади вот так вот сплюснули, и все, и вот так вот, и оставили ту же самую камеру, и я сказал ура, потому что это удобно, ну, для репортажных всех этих съемок, все такое прочее, но как человек, как бы, с творческой точки зрения, эти камеры неудобны, с творческой точки зрения, хоть и смейся, самое удобное, это беззеркалки с откидным экранчиком, были бы только у них еще эти, шторочки, для защиты от солнца, шторочки, лупы для увеличения, пожалуйста, как бы, все это придумано, хрен знает когда, уберите этот боковой блок, который здесь тоже никому особо не нужен, но намного удобнее небольшую камеру держать вот так вот, если вы визируете сверху, камеру удобнее всегда держать в нижнем положении вот так вот, вот так вот, упирать ее, да, держать ее в ладошке, работать этой ладошкой, а не вот так вот, потому что, когда вот так вот, вот, когда я работал с броникой SQ, наверное, упоротная часть была более забавная, когда я работал с броникой SQ, пусть ES работает на ее фоне, да, эти камеры начинали делаться как для, опять улетела, отлетела моя кожаная накладочка, вот, значит, эти камеры начинали делаться, если вот эти, как бы делались все вот в этом форм-факторе, да, то SQ делались в основном под призмы, и когда люди начали делать призмы, причем там только прямые, под 45, значит, вот только прямая призма, которая уходит сюда, под 45 классической призмы, к сожалению, на SQ особо и нет, ну, там есть она, но ее хрен найдешь, и нет, неважно, вот, они их начали делать с ощущением того, что нужно из вот такой камеры сделать вот такую, с вот таким хватом, у них появились ручки, с вот этим вот взводом, да, боковые ручки, с местом для вспышки, камера стала широкой, появились призмы, почему? Потому что, когда у вас призмы на уровне глаз, вот так вот поднимать к глазам и держать, вот так вот выворачивать руку неудобно, вот, и поэтому появились боковые ручки, а призмы появились, потому что у них было легко запихать экспозомер, вот, и автоматическим камерам, то есть, заметьте, у хасельбладов призмы до сих пор не являются каким-то основополагающим компонентом, то есть, хасели в основном идут с шахтами, то есть, вы можете найти призму под 45, ля-ля-ля, но особо с ним никто не снимает, а те же бройники скил, которые начали делаться, как, тамроном, тамроном, то есть, тогда это было уже не бройник, это был тамрон, поэтому не получились очень красивые, но очень унылые объективы, кстати, очень резкие, очень качественные, но очень унылые, ладно, это уже вкусовщина, вот, они начали делать из нее профессиональную штуку для поливания сериями, чтобы ты вот так вот, значит, крутил каждый раз, там, да, вот так вот, вот, а вот, чик-чик-чик-чик, либо там вообще автоматы уже были, вот, появились призмы, чтобы было прямое визирование, чтобы было удобно смотреть видоискатель, чтобы ты не путал лево-справо, как только появилась призма, камеру пришлось поднимать каждый раз вот так вот на уровень глаз, а на уровень глаз она потребовала выкручивания запястья, поскольку эволюция более долгий, чем технический процесс, то как бы вырастить фотограф, у которого запястье вот, было бы торцево хватательно, не успели, эпоха пленки закончилась, вот, а сейчас наоборот, сейчас как бы камеры, в которых вот такая компоновка, то есть боковой хват, необходимость поднятия к глазу, прочие вот эти вот все штуки, не являются необходимостью, и когда ими удобнее снимать с отуровня пояс, видеографы очень часто же снимают именно ниже, то есть они держат камеру вот так вот, как-то пониже, ориентируются по откинутому экранчику, либо поднимают глазам и ориентируются по экранчику, но все больше и больше нормальных людей понимают, что не надо людей снимать с вышки своего роста, особенно если это высокий, как бы, оператор, а тем паче не надо снимать так детей и невысоких девушек, и бабушек, и вообще невысоких людей, а то есть этих людей надо снимать с высоты его роста, с середины, особенно если это, например, ростовой портрет, ростовой портрет снимать от уровня глаз уебищно, нормальный фотограф всегда присядет или нагнется, Ну, как бы не у всех нормальных фотографов или ненормальных фотографов. Спина выдержит такое количество сгибаний, нагибаний и приседаний. Спортивное состояние далеко не всегда лучшая. Отличительная черта фотографов. Да и напряжение в этих положениях, когда ты снимаешь серии или снимаешь многое, не самое удобное. Если снимаешь, например, детское мероприятие, то к концу пары часов ты просто не можешь разогнуться. Даже если ты снимаешь очень легким фотоаппаратом. Просто потому, что ты постоянно вынужден отпускать камеру на уровень пояса и ниже, чтобы нормально снять детей. Либо приседать самому, соответственно. Вот. И, честно говоря, я сейчас очень надеюсь, что выйдет, собственно говоря, вот такая вот беззеркалка. Без вот этой боковой ручки, чтобы она лежала сбоку, а рукояточки были сбоку под левую или под правую руку. Чтобы экранчик лежал сверху. Если кому-то очень хочется поснимать с уровня глаз, пусть он вот так вот поднимается. Либо где-нибудь сзади можно сделать видоискатель. То есть, никто же не мешает сейчас поменять экранчик-видоискатель местами. Экран положить вот так вот, чтобы вы спокойно смотрели на него сверху. Сделать для него подъемные, защитные, например, шторки. Если это тоже очень нужно. А видоискатель расположить сзади на вот такой вот длинной тушке. Вот здесь вот, пожалуйста, присобачьте сюда видоискатель, чтобы кто-нибудь ходил вот так вот, прикладывал глазу и снимал вот так вот. Как раньше снималось на видеокамерах. Вот. Экранчик сбоку, сверху. В идеале вообще сверху. С моей точки зрения. Вот. Ну, то есть, я очень надеюсь, что сейчас кто-нибудь дотумкает. Так, знаете, так получается, что иногда я придумываю какую-то тему. Потом через полгода, через год она всплывает. Например, у меня вчера я увидел новость, что Лиза Алерт, наши поисковики, в Москве сделали такие регистрации по QR-кодам. Правда, сделали это немножечко через жопу. За каким-то хреном затребовался зайти в Telegram-бот, что-то там включить. Ну, ладно, отдельная тема. Вот. На самом деле, еще весной этого года я делал QR-коды. У меня была такая мысль для наших регистраторов. У меня до сих пор лежит целая пачечка таких вот квадратиков брелоками. Чтобы у каждого поиска ВК был с собой такой брелок. Он подошел, тыкнул человек на регистратору в камеру, в смартфон, тут ее чекнул, и как бы человек вписался, что он присутствует на этом поиске. Ну, это система учета на поисках. Вот. А вчера я видел, что Москва вау, это все ввела. Просто ввела с привязкой на форум, с регистрацией через форум. Ну, в общем-то, никто не мешает это делать спокойно ручками. Я еще оседлаю немножко эту тему. Может быть, даже видосик запишу с регистрацией. Вот. То же самое было, кстати, с использованием Guru Maps и живых треков отслеживания. Через полгода или около того старший наш там. Ну, в общем, ладно, нашел еще одну программку. В общем, ладно, фишка в том, что, как бы, я надеюсь, что мое такое восприятие мира, так сказать, что вот я об этом подумал, а через полгода другие люди тоже подумали и сумели сделать. Вот. Приведет к тому, что кто-нибудь, Олимпус, там, Фуджи. На самом деле, я люблю Фуджи. Если бы они не так пудрили мозг, что ты в своей небайровской матрице. Вот. Выпустят такую камеру. Только выпустят ее в нормальном форм-факторе. Не в виде затычки. Вот. А подродные объективы, которые сейчас выпускаются. С нормальной светозащитой, например. С шахточкой. Вот. С удобной эргономикой. Пусть там будет даже, как бы, не самая навороченная матрица. Не самым быстрым автофокусом. От каких-нибудь XA1, так, XA2, там. Даже если она просто контрастная будет. Вот. Большей частью с такими камерами вообще снимают в немалой степени. Мануально, так сказать. Вот. И согласитесь, это было бы круто. Вот в таком форм-факторе. Беззеркалочку, да. То есть, пожалуйста, есть оптический видоискатель. Им же никто не мешает, например, оптический видоискатель. В случае чего, там, поднимать электронный видоискатель. В таком вот этом, да. Места дофигища. Реально, в такой камере. Даже если в половину обжать, все равно место дофигища. Вот. Или, как бы, в формате прямоугольничка, там. Более коротенького, возможно, прямоугольника. Чтобы она нормально лежала в руке. Чтобы я мог любой из рук нормально подрегулировать диафрагму и... Диафрагму и наведение на резкость. Вот. Это было бы прикольно. Ну, а сейчас... Мастера могут купить себе... Фуджик или Панас. Или, кстати, Canon M6. Очень удачная камера. Вот. Например, раскурочить его. Хе-хе-хе-хе-хе. Летой пилой прям... Отпилить это боковое. Вот. Либо просто сделать... Вот этот вот корпус, естественно. Не сратый, а нормальный корпусок сзади. Вот. Найти небольшую шахту. Не шахту, да. Небольшую шахту, например. Не обязательно от Киева. Понятно, что она великовата. Она по длине великовата. Она по... По этим рамочкам великовата. От какой-нибудь вот 645 формата шахточки. Очень, кстати, прикольная. Можно найти отдельную шахту, купить. Приспособить ее сразу на откинутый экранчик. Вот. И получить, в общем-то, удобно фотографированную камеру. Безо всяких ЭВИ, которые, в общем-то, стробят. Мешают, бьют по глазам и все прочее. Согласитесь, что изображение с экрана все равно всегда приятнее, чем с крохотного экранчика, который проходит через всякие лупы. Вот. Потому что в ЭВИшках, чтобы изображение стало хоть немножечко неубивающим ваши глаза, потребовалось, по-моему, 3500 пикселей по стороне. Побольше. 3500 миллионов пикселей по стороне. То есть, очень большое количество пикселей по стороне понадобилось, чтобы при взгляде в ЭВИ у вас не выпадали нахрен глаза. А на Сониках, по-моему, они до сих пор выпадают даже на полном кадре. Потому что я что-то посмотрел несколько раз в Сониковские видоискатели. Особенно вкропнутые. Это какой-то ад. Да и на полном кадре тоже мне не сильно, так сказать, впечатлило. А вот. А экранчик такого не дает. Экранчик, во-первых, не адово светит, не дико контрастит. Он достаточно большой площадь. Ну, собственно говоря, точно так же, как и со светоприемными сенсорами. То есть, чем меньше экранчик, чем меньше матрица, тем как бы херовее изображение. Вот. Если у нас экранчик, простите, будет базовым, по которому мы работаем, хотя бы вот такой вот, да, 2,5 дюйма. Никоновский. А там сейчас 3-дюймовый. Опять же, никто не мешает их квадратными сделать. Возрождите квадратный формат в цифровой фотографии. Великое, собственно говоря, дело. При желании, типа, у вас будет квадратный экран, квадратная матрица. Но при желании вы можете снять прямоугольничек. Ну, там будет вырезаться из него. А вот. Ну, видеографы, правда, да. Видеографы вообще захотят прямоугольную матрицу. Вот такую вот, блин, 16 к 20, там, я не знаю, там, 9 к 20, короче. Вот такую матрицу заходят в видео, чтобы бесконечно снимать панорамки. Вот. Интересно, аккумулятор у меня еще жив. Вроде, да. 40 минут истерик и всякой хероты. Я надеюсь, действительно интересная тема. Я не уверен, что меня хватит на такую игру. Но в смысле, что... Чуть-то потяну купить беззеркалку. Точнее, купить-то беззеркалку недорогую я потяну, наверное. Чуть подзаработаю и куплю что-нибудь такое. Не факт, что я потяну ее разобрать, удлинить шлифа. И пересобрать в новый корпус. То есть, корпус-то я тоже, конечно, спроектирую. Благо, как бы, образование инженерное. В том числе, 3D-шное. Вот. Но вот сумею ли я эту игрушку именно довести до ума, чтобы потом было прикольно снимать. Я не знаю. Но вот такую штуку, на самом деле, сделать несложно. Это я вполне верно потяну. Вот. Но вот, да, но вот эту вот фигню все равно всегда хочется вот от этой херни избавиться. Никто не говорит... Можно, например, эту фигню вообще сделать престижной. Носить ее отдельно. Цеплять в какие-то держалки на корпусе. Привинчивать. Удобно. Не ломать глаза видоискателям. Смотреть через приятный... Приятную светозащищенную шахту. Вот. Хотя я подозреваю, что скорее всего даже для беззеркалок с поворотным экраном есть вот эти видео. Есть же видео. Такие шахточки. Только, как правило, не складные, а жесткие. Которые еще придумали для цифровых камер для зеркалок с неоткидным экраном. Они вот так вот. Бац. И имели боковые всякие закрывашечки. Вот. Возможно, для всяких фуджиков и M6 тоже существуют просто отдельно эти экранчики, которые крепятся непосредственно на экран. А может и нет. Без понятия. Ну, это вот такая идея. Если вы внезапно, например, как я, хотите, не хотите слишком большую камеру, не хотите, наверное, ломать глаза, ну, по крайней мере, постоянно иметь необходимость снимать через EV, через электронные видоискатели. Вот. Единственная камера с EVOV, это сотая серия, вот, которую все равно приходится поднимать к глазам, потому что откидного экранчика у них нет. Ну, там есть сейчас U100, U100V, 105. Там вот 5, типа, это пятая модель. Вот. Но, блин, ценник в 100 штук, это негуманно. Даже за, типа, все эти припомбахи. Тимбатчи мы превосходно знаем, что уценяются они, падают в цене просто с катастрофической скоростью. Вот. И брать за 100 штук игрушку, которая через 3 года будет стоить, я не знаю, там, 50-40. При этом Fuji опять что-нибудь улучшит, гребаные маркетологи. Опять выпустят новый камер с очередными улучшениями. Вот. Собственно говоря, вот такая, вот, вот такой вот финт ушами. Если вам нужно снимать на солнышке, если вам нужно снимать от пояса, вот, если вы не хотите ломать глаза EV-шками, берете просто беззеркалку с токидным экраном. Это Canon M6. Первая, вторая итерация. Сейчас уже Mark II вышел, по-моему. Вот. Это Fuji A-серии. XA1, XA2, XA... По-моему, с XA3 уже более чем приличная фокусировка. И более чем низкие цены. Что-то в районе 20-ника она стоит, если не 15-ку. Вот. Там XA7. Ну, XA7, там поворотный экран. XA5. Еще норм. Вот. При этом у них байеровские матрицы. Нормальные. То есть, можно снимать нормальный RAW. С этим RAW спокойно работать. Там в капче, в силке, в лайтруме. Вот. Не получать эту безумную кашу. X-Trans. Вот. Приделывайте на нее. Раскидные штучки плюс лупа. Хоть от старой матрицы. Хоть от старых камер. Хоть новое что-то на Алишке. Хоть запрограммируйте это в 3D и сделайте. Тоже, в общем-то, невелика сложность. Благо, сейчас можно где угодно распечатать на 3D принтере. В любом более-менее городе. Там больше, я не знаю, там 200 тысяч человек. 3D принтер на печать работает. На заказ, в смысле, ты приносишь эти. Или по интернету прислать им файлы. Распечатать, чтобы все детальки прислали обратно. Вот. Особо порты могут целиком переделать корпус. Единственное, что, как бы, для любителей переделывать корпус. Сначала найдите полную разборку камеры. И посмотрите, удастся ли вам. Точнее, есть ли там вариант, что вот матрица не длиннее экрана, грубо говоря. Ну, не матрица, а микросхема. То есть, может так быть, что у вас все будет убираться. Будет одна вот такая микросхема, на которой все распаяно. Вы ее никуда, вы ее не так не повернете, не так не оставите. Потому что это вы отпилили, скажем так. А сюда, в длину, там тоже не хватит расстояния. Вот. Повторюсь, компакты фуджиковские, панасовские. У них вся, как бы, здесь... То есть, там конструктивно именно два отсека. То есть, отсек с матрицей, держателем экрана и байонетом, затвором. И вот этот вот отсек с электроникой. То есть, если в том или ином фуджике, или в том или ином панасонике, или кэнон. Точно такая же схема. Ну, как бы, вперед. Вполне можно упороться. Либо подождать, пока выпустят. Опять же, Nikon в этом году грозится выпустить тоже беззеркалку, только с экраном. Типа Z50 только без видоискателя. Но у Nikon другая проблема. У него нет объективов для кропа. У него все в жопе. Хотя можно через мануальный переходник ставить в мануальные стекла. Ну, даже не через обычный переходник ставить в мануальные стекла. И снимать ими. Вот. И получить вот такую забавную системку. Смешная системка. Опять же, да, место под аккумуляторы. Будем честны, с аккумуляторами без зеркалок до сих пор туго. Они все еще их не держат. Естественно, в режиме работы экрана они тоже будут жать, дай боже. Зато прикольно. Ладно. Надо пойти заняться делами и покупками. Всем удачного. Как-то я высказался. Всю упортость мы продумали. Продолжение следует.